Макдональдс оказывается не ресторан, а магазин. Так решил федеральный арбитражный суд московского округа. Новый статус позволяет сети быстрого питания платить налоги на добавленную стоимость по пониженной ставке 10% вместо 18%. Компания начала спорить с налоговой инспекцией почти год назад, когда инспекторы доначислили Макдональдсу почти полмиллиарда рублей. Эту сумму нужно было заплатить в бюджет при продаже продуктов из мяса, молока, морепродуктов и детского питания. Макдональдс применял ставку НДС в 10%. По мнению инспекторов, рестораны быстрого питания такого права не имеют, и налог на добавленную стоимость нужно было платить по ставке 18%. Юристы компании не согласились с выводами налоговых инспекторов и подали в суд. А судьи неожиданно встали на сторону сети быстрого питания. В решении так и сказано. Деятельность общества по реализации молочных коктейлей, молочного мороженого, молока, куриных крыльев, котлет, креветок, сот соков и так далее. И так далее, и так далее. Является реализацией продовольственных товаров в связи с чем применение ставки 10% является правомерным. Это решение уже называют беспрецедентным, ведь оно позволяет другим сетям быстрого питания рассчитывать на снижение налоговой ставки. Обсудим эту тему с нашим гостем. У нас в студии президент Ассоциации рестораторов и ательеров. Ресторатор Игорь Бухаров. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы думаете, последуют за Макдональдсом, к примеру Макдональдса, другие рестораны? Ну, во-первых, это вещь не новая. Дело в том, что на продукты первой необходимости есть наценка в 10%. При переработке действительно там мороженого из молока, то вы спокойно можете делать налог на добавленную стоимость в 10%. В этом ничего такого нет. Просто, ну, юристы посчитали, что можно попробовать и предъявить это как бы государству такой расчет. Вот чиновники, естественно, им важно собрать налоги побольше. Ну, мое мнение в этом случае сейчас дальше, как будет это работать, это еще неизвестно, потому что я думаю, что там еще дальше до судов еще дойдет. Там выше начнут подавать. Мы посмотрим, чем это закончится. Но вот с точки зрения закона, как в нем написано, это действительно так. Ничего в этом такого и нет. Ну, а я считаю, что это здорово. На 8% потребитель будет платить меньше. То есть это значит снизится цена в Макдональдсе? Снижается, да, конечно, естественно. Цена будет меньше. То есть, если, например, она не понизит после того, как там пройдут все судебные инстанции, если они еще дальше будут, то можно подавать уже в суд на Макдональдсе, говорит, ай-яй-яй, а что это вы не понизили цену? Это вопрос такой, понимаете, философский, да, потому что предприятие питания, наценка в предприятии питания не регулируется. Это и есть проблема в этом. Это точно так же, как, например, многие чиновники, они очень слабо разбираются в нюансах, потому что общественное питание – это услуга. И у нас оно везде проходит, по всем кодам. Это услуга. А магазин – это торговля, да, купля-продажа. И в этом случае, например, та же самая ситуация была, как с алкогольными лицензиями, например. Нам вменяют, что это розничная продажа алкоголя. Ну, какая же розничная продажа? Мы же не отдаем бутылку, не уходим. То есть, а, хотя там получается такая вилка, что с одной стороны оказываете услуги, а с другой стороны продаете алкоголь. Да, вот, понимаете, это очень… Многие чиновники не сильно разбираются в этом. И я думаю, что в этой ситуации, которая сейчас возникла, это прецедент. Потому что, к сожалению, вот там наша отрасль регулируется… Нет, у министерства там общественного питания, да, там… И наша отрасль регулируется очень многими ведомствами, в том числе и, как у нас при больших пюрократических системах, когда там одна рука не знает, что делать, левая не знает, что делает правая. Скажите, а Макдональдс вообще славится, да, такой правозащитной деятельностью? Они то судятся за то, чтобы оплатить аренду, рубль в год, то вот сейчас у них такое дело… Это правозащитное? Ну, в кавычках, конечно. То есть, я к чему веду? Другие рестораны, сети быстрого питания, российские, почему никогда не вступают в борьбу с системой, пытаясь каким-то образом… Я понял вопрос, ну давайте я попробую. Ну, смотрите, дело в том, что мы все, там, дети этой страны, да, и внутренне у нас есть какие-то там, я бы сказал, там, я не знаю, самоограничения, цензура, да, там, на всякий случай, как бы чего ни вышло. Макдональдс – это гигантская корпорация, которая во всём мире… Сама страна целая, на самом деле. Действительно, гигантская корпорация. Поэтому я могу сказать, что я езжу, когда по миру, я всегда пробую Макдональдс. Макдональдс в России самый лучший в мире, по качеству, поверьте мне. Действительно, по качеству самый лучший. Это не реклама. Это вы как ресторатор говорите, что вы едите в Макдональдс? Я специально хожу, мне интересно просто это. Это исследовательский интерес. Да, это так, интересно, да. Не кулинарный. В Израиле, в Израиле там на маце подают, там это тоже здорово очень так всё. Вот. Ну, у нас должны тогда на водке, наверное, его делать. Водка, это, кстати, не национальный наш продукт. До этого был другой продукт под названием дистиллят. Полугарное вино, так называемое. Ну ладно, хлебное. Это не имеет значения. Я могу сказать, что просто там люди живут в свободной стране. И, как бы, я думаю, что в этом случае они борются, так как цена минимальна, они борются за снижение издержек собственных. Это нормально. При таких объёмах, которые есть, а там есть цена, в Макдональдсе блюдо там 35 рублей, там, понимаете. В принципе, любой обед, к которому мы привыкли, будет стоить намного дороже. Американцы спокойно едят. Вот последнее мое посещение Америки показывает, что они даже в школах едят вот это вот. Все эти бутерброды, они привыкли. Мы тоже бутерброды ели. Вы вспомните, я сейчас не знаю, как вы сейчас утром встаёте. С сыром, с колбасой. С бутербродом. Он всё. И вот назвать это... Ну не все. Согласен. У тебя было такое тяжёлое детство. Я говорю про сейчас. Про сейчас. В детстве это был шик. Да, считалось, понимаете. И поэтому то, что происходит, я считаю, это нормально. Это взаимоотношения бизнеса, общества, государства. Государство в случае в определённом, оно должно собирать налоги, как бы. А бизнес нормальный, это белая компания, сто процентов белая. Она как бы говорит, я хочу снизить свои издержки. Ну, с Макдональдсом понятно. А скажите, как вы считаете, Игорь, всё-таки наш, вот с этими своими внутренними цензорами, они за Макдональдсом пойдут по этой уже протарённой дорожке или нет? Ну, у нас, смотрите, у нас нету прецедентного права, но я думаю, что в какой-то степени, в какой-то степени, наверное, если это все суды... У нас же есть тоже сети быстрого питания. Есть быстрого питания сети, да, и российские сети. Или их всё больше. Ну, да, у нас, к сожалению, так сложилось. Мы пойдём по американскому пути. У нас, я не думаю, что у нас будет, я даже уверен почти в этом, что у нас не будет домашних ресторанчиков, как во Франции, в Италии, в Испании. Не будет, да, к сожалению. Но вот по многим разным причинам, потому что даже самый молодой сегодня юноша, который хочет сделать ресторан, он не хочет начинать с маленького заведения на пять столиков. Ему сразу, он говорит, ну мне же никто кредит в миллион долларов не даст, там, я говорю, ну послушай, могут дать кредит в миллион рублей. На миллион рублей можно построить маленькое, маленькое заведение... АСС, а пожарные, а бесконечные проверки каждую неделю. Вы знаете, вот Федерация, Федерация приложила достаточно усилий для того, что сегодня ходит меньше, но это не значит, что нужно, как бы, идти по пути такому, чтобы, значит, забыть обо всём, что это. Понимаете, предприятие питания это потенциально опасная вещь, это надо чётко отдавать себе отчёт. В кодексе Алиментариус, да, так и написано. Мы это все понимаем, и мы счастливы, что проверяют, но мы же тоже... Вот, в Америке проверяют могут, и я спрашиваю своих друзей, я спрашиваю, да, вот это самая большая проблема, вот самая большая проблема. Они же приходят не проверять в основном такие службы. Я помню, да, лет 15 назад ко мне бабушка заглянула из местной санэпидемстанции, там, и как-то так, она прям с двумя сумками говорит, а вот это что за зал, а там зеркало, и отражалось. Она говорит, туда, я говорю, это зеркало, там нет зал. Ну, это, мне кажется, уже разговор на другую тему. Большое вам спасибо, что пришли к нам сегодня у нас в студии президент Ассоциации рестораторов и ательеров, сам ресторатор Игорь Бухаров.